Вслед за видео про игровых блогеров, которые нахрен не упали для современной игровой сцены и медиапространства в интернете, я сразу же подумал про аналогии с музыкальными блогерами. Насколько ситуация отличается и насколько мои аргументы из того видео применимы к представителям музыкального рутуба, именно русскоязычного ютуба, так как западные товарищи отличаются более чем значительно. Начнем с самого контента обсуждения, то бишь музыки. Отличие с видеоиграми состоит прежде всего в том, что музыкальный контент намного быстрее и намного дешевле потребляется, оттого намного быстрее обсуждается. И как раз ввиду доступности музыкальных работ со всех сторон, слушателям не нужны музыкальные СМИ и блогеры для того, чтобы рассказывать, что стоит слушать, а что нет, то есть это не необходимо. Не нужно покупать диски и слушать радиопередачи, чтобы ознакомиться. Просто там заходишь на стриминговую платформу, жмешь на рлау и решаешь за себя. Нравится тебе или нет. Потому слушатель тратит максимум час, максимум полтора своего времени на то, чтобы послушать музыкальный альбом и понять, стоит ли ему или ей, включать его дальше и поддерживать артистов каким-то образом. То есть музыкальное издание или музыкальный блог вряд ли вам сможет навязать какое-то мнение, так как его очень легко и быстро проверить самостоятельно. Опять же, если вы привыкли думать и решать за себя самостоятельно. Отсюда я вижу основной формат музыкального блогинга и журналиста, если угодно, который может быть реально полезен слушателю. Это рекомендации о новинках или каких-то ключевых альбомов, которые реально стоит послушать и на которые стоит обратить внимание. То есть слушатель о них понятия не имеет. Но ознакомившись с контентом блогера, со статьей, обзором или каким-то другим контентом, он решил узнать и решил самостоятельно заценить. Поскольку сейчас музыка выгружается со всех сторон просто гигабайтами каждую пятницу, определенные рекомендации могут быть вполне ценными. В этом отношении стоит вспомнить мой спич про игра блогеров и предпочтения. Нужно знать, что конкретно предпочитает сам блогер или издание и как ваши вот собственные вкусы относятся с предпочтениями автора контента. То есть, если мы берем какого-нибудь условного Энтони Фонтана, то мы знаем, что он любит всратую дичь от гендерфлюидных артистов. Или с ЖВ пивунов и хейтит сугубо развлекательные альбомы. Или альбомы опять же с сугубо вот этим привлекательным, выхолощенным, максимально вот вылизанным звучанием. Для меня же в приоритете, например, стоит сам слушательский опыт и реиграбельность альбома. Плюс, я всегда неровно дышу к таким жанрам, как готик и прогрессив. Поэтому я очень редко люблю монотонные песни, где играется полтора аккорда. Плюс, меня отдельно выворачивает от электронной музыки двухтысячных. Именно поэтому я хреново отношусь к последним альбомам Lady Gaga и Static X. Но я ни в коем случае не хочу влиять на ваш выбор и заставлять вас делать того, чего бы и вы сами не сделали. А хочу просто как-то вот побудить вас послушать обсуждаемый альбом и поделиться мнениями. То есть, моя цель это больше обсуждение новинок, чем навязывание вкуса. Что опять же не отменяет моих же собственных рекомендаций, конечно же. И подобных каналов в русскоязычном ютубе можно пересчитать вот на пальцах одной руки, к сожалению. Судя по популярности и охвату, данный формат вот на сегодня находится только в зачаточной стадии. И потому пока что не нужен массовому зрителю на том же уровне, как это происходит там на западном ютубе, где сотни и тысячи людей смотрят и обсуждают подобный контент. Так в чем же тогда проблема? В бестолковых форматах и ведущих, конечно же. Топы и реакции. Сами по себе эти форматы служат, ну вполне себе, толковыми форматами, методами генерации контента, которыми сейчас и я даже не брезгую, а раньше все-таки брезговал. Таков уж я был сноб. Только есть одна большая разница между качественной реакцией и, например, вот этим. Ну что я вам скажу, друзья, это не просто офигенная работа. Это работа еще наполненная смыслом, которая мне безумно, безумно понравилась. Или вот этим. И текст, главное, хороший, и музыка хорошая, и переходы. По мне, так классная реакция, это либо познавательно, либо развлекательно. Ведь часто реакционеры делают это очень колоритно, смешно, ну или информативно. Да что уж говорить, мой недавний стрим про Static X, это по факту одна сплошная реакция, где я в прямом эфире делюсь впечатлениями точно так же. Но вот давайте задумаемся, какую развлекательность мы получаем от трясущейся головы в наушниках, говорящую полтора слова и изъясняющуюся эпитетами там... Охренеть, мне это не нравится! О, отлично! Просто шикарно! Вот это мне нравится, вот это мне нравится, а? Примерно сравнимую с информативностью. Топы это просто мое любимое. Одно дело, когда можно выделить там какой-то четкий критерий, списка, по которому строится этот топ. Например, какой-нибудь топ-10 любимых песен группы. Или топ-10 альбомов месяца. Или топ-5 синглов в жанре. Ну или что-то вот такое. Но когда я вижу сиё... Это 10 мелодичных припевов в агрессивных песнях. С рассуждениями типа... Ну а если спросить, как думаешь, чел, а каков его чистый? На ум придёт какое-нибудь кряхтение вроде вокала Дэнни Орснопа. Я начинаю задумываться, что я наверняка что-то делаю не то и что-то делаю не так. Поскольку именно подобные форматы с довольно невнятными такими и даже сомнительными критериями и подборками пользуются популярностью в Рутубе. Чтение Википедии. Это биография артистов. Там историческая справка по группам и альбомам. Как и, собственно, другие данные, находящиеся в открытом доступе в интернете. Обожаю просто, когда человек просто-напросто решил сплагиатить из открытых источников и зачитать это на камеру. Parasite Eve это игра, хоррор-игра 98-го года. Главный герой игры, сотрудник полиции по имени Ая, борется против некой разумной биологической сущности Евы. Уже хотя бы, ну, как-то бы переработали что-ли, сделали бы этот текст своим, перефразировали, подали бы по-своему. Но аудитории нравится, контент генерится, лавэ хамутится, вообще никаких проблем с этим не имею. Не поймите меня неправильно, опять же. Чтение Википедии на камеру это тоже вполне себе формат, заслуживающий определённого внимания. Только вот у меня вопрос, зачем он нужен, когда человек может прочитать его самостоятельно. Вот для меня вот это немножко остаётся загадкой. И это особенно принимая во внимание довольно, ну, такие... Скромные, мягко говоря, познания в музыке блогеров. Что было подтверждено на канале Уши в огне, где на одном из раундов своей игры, вот этой музыкальной, выиграл киноблогер. Блогер... Каково? Важные темы. Одно дело, когда блогер действительно обсуждает интересную тему, какую-то горячую, какую-то действительно провоцирующую мысли. И высказывает своё видение касательно определённой проблемы, мнения, ну и так далее и тому подобное. Это хороший формат для дальнейшего обсуждения, с которым можно спорить, критиковать, реагировать, смеяться, ну и так далее. Но! Есть разница между, допустим, рассказами на вольную тему, типа, вот, канала Брыщ, а есть лютое поливание дерьмом от канала Эфар или кого-то ещё. И вот скажите, откуда берётся говнарство в духе... О, ну это, конечно, классная песня, но я готов её слушать только если экстрим-вокал заменить на обычный. Что с этими людьми не так? Само существование таких версий, это какой-то... я не знаю. Это какой-то... позор? Как и откровенный шейминг зрителей, который мы обсуждали в видео про Леоса и его вот этих в кавычках умозаключений про Айспик. Опять же, обсуждение и дискуссия это всегда здорово, это всегда интересно и я это всегда приветствую. А вот навязывание примитивных суждений с пинномозговыми аргументами или обливание грязью, это, ну, отбивает желание смотреть просто-напросто. Отсюда вывод. Музыкальные блогеры в нынешней форме на Рутубе нахрен не нужны. На данный момент значительное количество зрителей вот таких каналов просто-напросто ищет солидарности со своим вкусом и подтверждение того, что их любимая группа действительно лучшая в мире. Как будто вот этой валидации мне хватало самостоятельно. Все же остальные, кто ищет хорошего обсуждения, нетоксичного повествования и интересных рекомендаций, уходят либо на западный ютуб, либо на какие-нибудь там форумы, борды, музыкальные агрегаторы и так далее. Ну и, конечно же, остаются правы. Что же до меня лично? Как вы понимаете, я тоже не нужен, как и все остальные. Я просто делюсь своими впечатлениями и предлагаю место для обсуждений. И потому я вам скажу следующее. Не слушайте никого, тем более блогеров и музыкальные издания. Всегда слушайте музыку самостоятельно, пытайтесь искать самостоятельно, пытайтесь узнавать самостоятельно. Никакой блогер, никакое издание не создаст за вас именно ваш опыт, который так быстро и дешево на самом деле можно получить, опять же, самостоятельно. А к блогерам приходите беседы беседовать, да? Обсуждения обсуждать. Так, тут я был. Вау, вот это было эффектно, вот это было прикольно, вот это было прикольно. Ха-ха-ха-ха, вот это мне понравилось.